Христос посреди нас Мы пошли в поход вот на эту гору Она называется Демирджи Мы поднялись от перевала Как раз вот прошли вот через тот лес По тому хребту И дошли до того перешейка Такого перевала И там решили спуститься вниз Потому что нам сказали, что там вроде как Есть какой-то монастырь Это впоследствии мы уже выяснили Что там просто руины древнего монастыря Потом мы уже служили там литургию Но тогда мы этого ничего не знали Думали, что там действующий монастырь И мы спустились уже в село Генеральское А спускаться там очень так прилично Когда мы спустились, ноги гудели А с собой мы брали немного продуктов У нас это была светлая седмица С собой были куличи Яйца, один апельсин Мы практически все это уже съели наверху Перед спуском Не было с собой особо даже и воды И вот мы спустились в Генеральское Уже так смеркалось Ну и думаем Где монастырь? Говорят, там недалеко А тут в горах Не так-то просто что-то найти Тем более неких смартфонов Навигаторов И даже обыкновенной карты У нас тогда с собой не было И мы пошли обратно подниматься И когда поднялись Уже было достаточно темно Фонарика у нас с собой тоже не было Был только котелок И зеленый чай И очень хотелось пить Это был апрель месяц И мы нашли на Демерджи Потом на Плата Поднявшись туда обратно Никого монастыря мы не нашли, конечно же Нашли там немного снега Этот снег мы растопили А матушка так ждала, чтобы попить Сделать чай Ну и я тоже уже Ноги гудят Хочется пить Уставший Сделал чай А матушка еще отравилась немного Перед этим еще плоховато было ей И я так думаю Ну уставший Ну сбодриться Надо сыпануть чуть побольше заварки Ну и как сыпанул этого зеленого чая И получился там Не знаю как назвать Но чуть ли не шефир Он короче был горький В общем матушка Попробовала Этого чая Говорит, да он же горький А времени растапливать еще Опять Это было уже нереально Вот И в общем она не смогла этот чай пить Еще мы шли Потом всю ночь Через эту Плата снова Там она состоит из ям Освещение от городов Она освещает тучи В принципе достаточно было светло Видно Чтобы не упасть ни в какую яму Ну вот так вот мы эти ямы обходили все Ну они такие гладкие ямы В них не упадешь Примерно как вот здесь Вот такие вот Мы видим Вот видите такие вот ямы Примерно и там Такой же пейзаж Таким перешейком шли И уже только к пяти утра Мы вышли в лучистое Но самое интересное тогда Я думал Ну когда же она Матушка начнет роптать Обычно Когда идешь в поход Я вообще не очень люблю Брать много людей с собой Потому что Все начинают говорить Ой как мне плохо Там у меня то болит Все болит А сколько еще идти Это всегда и постоянно Вот Особенно тех кто никогда не ходил Ну в большей или меньшей степени А вот от матушки не услышал вообще Ни единого слова И ни единого какого-то упрека Или слова ропота Я думал Ну Действительно можно жениться На такой Вот С тех пор у меня Так вот Утвердился В своем намерении Хотя оно и так Было очень Уже твердое Но Тот поход Он так очень Запомнился нам Двоим Несмотря на трудности Как видим Что Радость И Счастье Они не только Когда мы где-то там Отдыхаем на шезлонге Под пальмой Но Настоящая семья Она порой может формироваться В трудностях И Как раз таки Люди познаются В трудных условиях Как пел Владимир Высоцкий Если Сомневаешься То ли друг и не враг А так Его в горы возьми И все поймешь Потому что он за человек История номер два Тра-ложку Называю ее Я однажды Пошел в поход Один Я иногда люблю ходить В горы один Ну любил Потому что сейчас У меня такой возможности Нет с детьми А когда Я был не столь обременен Я ходил один И Это было Кстати Вот чуть дальше Вот там мы видим Вот ту гору Называется Долгоруковская ила Я доехал До Перевального На троллейбусе И поднялся На пригорок Но был уже вечер И пришлось Заночевать С собой у меня была Пенка Полиэтилен Палатку тащить Смысла нет В горы летом Достаточно Полиэтилена Чтобы роса Не падала И Я там сварил себе С утра покушать Поел И положил Ложку На вот такой вот Камень И Потом Ушел Ушел С Долгоруковки Потом Вышел в Приветное Кстати там был Интерес случай Еще расскажу О нем И Что мне было делать У меня с собой был Болгарский перец Я его разрезал На две половины И целых три дня Ел кашу И суп Который варил Именно этим Болгарским перцем И хотя он немного Даже обмяк Стал вялый Но он прослужил Все три дня А на следующий год Мы с матушкой Пришли На то же самое место И Там лежала Эта ложка Кстати ложка Была хорошая По-моему Мельхиоровая даже Вот И она прям Как я его ставил Там она так и лежала Я думаю О моя ложка Здоровая Наконец я заберу Взял эту ложку Поел Положил на то же место Мы собрались С матушкой И ушли И она не знаю Лежит ли там до сих пор С тех пор Прошло уже 14 лет Так и история номер три Ну и история номер три Вот в том самом походе Когда я шел один На долгоруковку Когда первый раз Оставил ложку У меня была С собой Гитара Я Приходил Куда-то на стоянку Делал покушать Вот Заваривал себе Чай Из вот такой вот Железницы Очень замечательная Травка Если ее Вот так вот взять Когда шел один Брал прямо кружку Кипятил В эту кружку Железницы Квал Такой концентрированный Напиток Сахарку туда Очень вкусно Получается И Играл потом на гитаре Играл Смотрел На красивые виды И вот я прошел Через Кораби-Яйлу Это такая самая большая Яйла в Крыму Там был когда-то в годы войны Военный аэродром Там она Огромная просто Яйла А Яйла это кстати Такое поле На горе Вот мы видим Что здесь В крымских горах Не пики А здесь вот Все горы Они покрыты Такой вот Поверхностью Таким пастбищем Вот Называется это Яйла И вот я начал спускаться Дальше И набрел Уже В лесу Вдруг на компанию Ну Хорошо выпивших Уголовников Которые сидели Они там Пьянствовали И одни были сильнее Пьяные Другие меньше Какие-то женщины С ними были И они увидели меня Оооо С гитарой Иди сюда Я думаю Что делать Вот Боевыми искусствами Я не владею Вот Ну Подошел к ним Они говорят Что ты знаешь Там блотняк Говорю Блотняк не знаю Вообще не знаю Таких песен К сожалению Они начали рассказывать Кого они там знают Из авторитетов Крыма Один там достал нож Давай им там размахивать Они говорят Ты знаешь Цоя Он говорит Цоя знаю Сыграй Наверное Ооо Все Ты с нами Остаешься И будешь Наш тут развлекать Они там Не знаю Насколько Недолго там были Ну в общем Будешь нам играть Я думаю Что делать Я тогда был Я тогда был Не воцерковленным Еще человеком Ним было 18 лет Но я знал Иисусову молитву Причем я знал Не в кратком виде А в таком полном Господи Иисусе Христе Сыне Божий Молитвой Пречистой Твоей Матери Преподобных И богоносных Отец наших Всех святых Помилуй нас Аминь И думаю Что делать Я стал Мысленно Повторять эту молитву Непрестанно И Вот так вот Я помолился Буквально Минут пять А с ними Я уже просидел Там Не знаю Сколько может быть Час Два Или несколько Уже не помню И Вдруг Этот самый пьяный Человек Который ножом Размахивал Он Вдруг поднимается Говорит Сейчас я его выведу Все пошли Вдруг меня хватает И все против Говорит Нет Куда Ты не уводи Его Он Никого не слушает Прямо меня повел Ну и скрывается В лесу И естественно Уже Догонять Его не стали И Выходим А там Есть такая Лесная трасса Она запущенная Запущенная Вот По ней Лучше не ездить Кстати Если на карте Она попадется Она Идет Из Белогорска В Приветное Через горы Она там Такими вот Выбоинами По ней Очень-очень Мало машин ездит И он Выводит меня На эту трассу И вдруг Едут мимо Машина В ней За рулем Едут крымские Татары Машина По-моему Копейка была Даже помню Голубая И У них Прямо на этом месте Что-то ломается В машине Они открывают Машину А я Молюсь Все этой же Иисусовой Молитвой Про себя Открывают Капот Буквально Там за минуту Что-то чинят Что-то там Соскочило А этот Человек Представитель Уголовного Мира Подходит К ним И начинает Говорить Да ты че Там Что такое Они Долго С ним Не разговаривают Поскольку Такие люди Видно Долго Не привыкли Общаться Дают ему По лицу Скажем так Вот Хорошо так А мне говорят А тебе Что-то Тебе куда надо Я говорю Да мне выехать Вот в привет Да садись Все поехали И все Я сажусь Они меня увозят Вот так вот Господь Когда-то Просто Вот Можно сказать Спас Потому что Ну что может Вбрести В голову Пьяному человеку Особенно Компании Еще Когда перед Женщинами Хочется Что-то Сделать То есть Лес Горы Глуш Там Кто там Вообще Что проконтролирует Тогда даже Мобильные телефоны Были еще Не у всех Вот Такое вот чудо Господь сотворил Через Иисусову Молитву Поэтому Святые Отцы Кстати Призывают Не только Монахов Но и мирян По возможности Когда вы куда-то Идете Творить Про себя Иисусову Молитву Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Мя Можно Забавляю Помилуй Мя грешного По русской традиции И эта молитва Вернее Не молитва А сам Господь По этой молитве Краткой Но в ней Все богословие Он Тоже Может Спасти вас От Гибели И Не только От телесной Гибели Физической Но и от гибели Духовной Потому что молитва Ограждает нас Не только От врагов Видимых Но и от невидимых Храни всех Господь Субтитры Субтитры Субтитры